Сегодня в Салихарде прошло заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. К обсуждению актуальных вопросов, их повестки значилось пять, подключились все муниципалитеты округа. В режиме видеоконференции участники совещания обсудили меры противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранцев, включая выдворение нарушителей за пределы страны. Еще одна важная тема – проблема вовлечения подростков в совершение преступлений и профилактика подросткового курения и алкоголизма. Тему продолжит Светлана Кель. Минимум дважды в месяц на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав взрослые разбирают поступки детей, которые идут в разрез административным и уголовным кодексами. Чаще всего на воспитательных встречах рассматриваются материалы за употребление алкоголя и курение в общественных местах. И на каждой такой встрече молодые люди дают слово, завязываясь с пагубными привычками. Параллельно профилактическая работа ведется и с теми, кто, собственно, дает возможность несовершеннолетним приобретать запрещенный товар. К сожалению, в нашем городе остаются факты выявления несовершеннолетних, которые употребляют алкогольную продукцию. В основном это дети, у нас не достигшие возраста 16 лет. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они контролировали время пророждения своих детей, организовывали им неурочную занятие, чтобы дети были чем-то заняты. И, к сожалению, у нас также выявлен в летний период факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему молодому человеку. И продавец у нас привлечен к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Если в вопросах подросткового воспитания надежное оружие профилактика, то с гражданами, которые сознательно нарушают законодательство, в данном случае миграционное, в работе применяются жесткие меры выдворением за пределы Российской Федерации. К решению этого вопроса подключаются судебные приставы исполнители. В текущем году по приговору суда Лабытнанги принудительно должны покинуть 10 нелегалов. На сегодняшний день депортировать удалось всего троих иностранцев. На эту процедуру выделяются денежные средства из федерального бюджета. Мы запрашиваем денежные средства, соответственно, и на сотрудника, который будет сопровождать, и на самого выдворяемого гражданина, и припровождаемого непосредственно до специального учреждения, то есть оно именуется у нас «Центр временного сооружения иностранных граждан и лиц без гражданства». Оно у нас находится в городе Надым. Наши сотрудники туда припровождают, передают сотрудникам этого центра. Впоследствии нелегалов со всего Ямала в сопровождении судебных исполнителей доставят до пункта пропуска государственной границы. Как правило, это любой международный аэропорт Москвы. В среднем на депортацию одного гражданина из федерального бюджета выделяется порядка полусотни тысяч рублей. Недешевое удовольствие в борьбе с нелегалами. Еще одно не менее важное направление – экстремизм. Работа по противодействию явлению ведется по всем фронтам. Это лозунги, которые у нас фактически отражаются в сетях, в средствах массовой информации, в сети интернет, публикации экстремистской направленности материалов, которые запрещены, установлены в соответствии с порядком, предусмотренным Верховным судом, которые были ограничены у нас. Неоднократно направляли материалы в Роскомнадзор с целью блокировки сайтов, содержащих экстремистсконаправленные деятельности. О противодействии экстремизму в Лабутнангах в частности, в регионе в общем, сегодня говорили на окружном координационном совещании по обеспечению правопорядка. Одним из ключевых направлений борьбы является профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы среди молодежи. Воспитание в них правовой культуры и толерантного мировоззрения. Также сошлись во мнении участники видеовстречи, необходимо усилить контроль за иностранными гражданами. К слову, в Лабутнангах с начала 2017 года правоохранителями выявлено 174 нарушения правил въезда, пребывания и трудоустройства на территории Российской Федерации. Так что работа в этом направлении в городе ведется. Собственно, как и по всем озвученным вопросам. Светлана Кельки, Рилсиментеев, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин